В Казалардинской области решают проблему несанкционированных стихийных свалок и переполненных мусорных полигонов. К примеру, в Аральском районе на это потратили почти 157 миллионов тенге. Совсем недавно там ввели в строй новый полигон, который способен вместить до 37 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Подробно об этом в нашем сюжете. Полиэтилен, пластик, макулатура и пищевые отходы. Такие стихийные свалки в Аральске не редкость. Создают их местные жители сами. Практически ежедневно коммунальщики выводят из райцентра до семи закруженных камазов. Еще одна головная боль – переполненный мусорный полигон. Его открыли 15 лет назад. Первоначально свалка располагалась в 20 километрах от райцентра, но потом стала стремительно расти. Сейчас полигон от города отделяет 3-4 километра. Такое соседство очень неудобно. Чуть ветер и запах зловоний доносятся до близлежащих населенных пунктов. Особенно летом сложно. Антисанитария. Чтобы решить проблему, в районе построили новый полигон для твердых бытовых отходов. Современный объект ввели в строй буквально месяц назад. На площади в 5 гектаров построены три основные ямы для твердых бытовых отходов. Длина каждой – 160 метров, ширина – 83 метра, глубина – 3,5 метра. Есть спецтехника, наружное освещение, водохранилище мощностью 50 кубометров. Также создано 8 постоянных рабочих мест. К слову, данный полигон, говорят специалисты, рассчитан на 15 лет. Пока здесь только складируют мусор, но в ближайшее время начнется работа и по его сортировке. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Пайтулдаев, Казалардинская область, Хабар-24.